Как говорится, вся установка, которую с помощью ловкого монтажа, удаления кучи болтовни, да, ты срифмовал, да, там, можно превратить в какую-нибудь минутную процессию. Всего лишь минутка, и новая трансмиссия на старом велосипеде, без особых, без сверхъестественных каких-то несовместимости, она вполне оказалась. Привет. Под видосом про Кьюз были вопросы о совместимости с тем или иным велосипедом. Вот сейчас у нас есть Merida Mats, это прям старенькая Merida на 26-х колесах. Да, я понимаю, что здесь довольно странный обод стоит задний, но тем не менее у владельца есть желание попробовать поставить сюда как раз трансмиссию 1.11, ту самую Кьюз из обзора, и посмотрим, с какими проблемами можно столкнуться в процессе. Ну, первое, у нас тут комбо-ручки установлены, да, и человек затревожился, что без тормозов останется. Но, благо, что тормоза механические, не гидравлика, дисковые механические, то есть нам будет достаточно установить ту самую монетку из комплекта с Кьюзом и поставить отдельные тормозные рычаги. Легендарный Avid SD5 или их реплика, не знаю, собственно, не важно. Вполне для этого подойдут легкие классные рычаги. Первое, что надо проверить, это количество звезд на задней кассете. Она должна быть именно кассета. Если их тут 7, то возникнут сложности. Если 8 и больше, то проблем быть не должно. Аккурсина здесь, конечно, брутальная. На втулочке с сандрингл, с винтами вместо эксцентрика, то есть максимум форсионной жесткости. О, рама, видимо, чуть-чуть уже винтом пошла, потому что поднялась ось. То есть, видишь, с той стороны закреплена. То есть, дропаут, тот с той стороны винтом идет. Ох-ох-ох. То есть, ее, видишь, как подрывает. Ну, то есть, колесо собрано явно такое для стритца. Почему не для доунхила? Да, потому что спицы, по-моему, полтора миллиметра ботированные. А, я понял. Это у нас ось 12 миллиметров, точнее, втулка под 12 миллиметров, а стоит переходник, в общем-то. Не самое удачное решение. Торсионки он, по факту, не сильно-то и добавляет, еще и вылезать не хочет из дропаутов. В том числе, не дает нормально вынуть колесо. Вот это вот железяка. Якобы защита переключателя, но он на самом деле нет. Лесо вообще не выдернуть. То есть, косяк именно в этом переключке, в переходнике. Его, когда затягивали, впечатали часть вот этой переходной оськи в саму раму. И теперь оно там приварилось со временем. Попробуем. Так, даже не выбивается. Надеялся, что с одного удара освободится. О, освободилось. Запечатывается в другую сторону, да? Кошмар! За переходник сделан такой. Колесо не вытащить. Первая трудность. Но это исключительно связано с тем, что велик старый. Собран, скажем так, без внимания к мелочам. Ну, чтобы не помять диск тормозной, пока я мучаюсь с выниманием оси, надо, пожалуй, снять тормоз. Прикинь, старые крепления. ИС, так называемые. Но они еще на некоторых рамах встречаются, хотя уже на большинстве идут пост-маунт. То есть болты не сбоку закручиваются, а вот в этом направлении. Чтобы не потерялось, закрутим. И сейчас можно будет дергать ее оттуда основательно. Предварительно я скину старую цепь с помощью выжимки. Выдавливаем пин. Не полностью. Мало ли захочет человек ее кому-нибудь продать. Цепь вроде неплохая, в отличие от состояния остальной трансмиссии, кассеты. И снимаем также переключатель. Шестиграничек нам нужен на 5. Для этой цели тут встал, кстати, довольно неплохой переключатель Shimano Olivia. Он вполне себе тоже работал. Достаточно качественно переключал. Но единственное, что, судя по всему, не на этом велосипеде, потому что монетка там была разбита, а какая-либо рубашка, тросик полностью отсутствовали. Кстати, о них я тоже здесь немножечко расскажу. А он все равно не выводит. В чем же дело? Дело в том, что дропаот не подготовили. Он намят был старой втулкой на насыпи. И его не причесали перед установкой переходничка. И вот он застрял там. Прям хорошечно застрял. Блин, китайские переходники. Без молотка нифига не сделаешь. Ну, сейчас мы здесь сразу причешем. Это делается при переходе с насыпной втулки, на которой резьба ложится на дропаут. И этот дропаут каждый раз порет. Ну, царапает, рвет. Хотя нет. Заклинило ее исключительно, потому что затянуто было неправильно. Тут дропаут деформировало, промяло. Промяло и выпучившийся металл просто зажал вот этот китайский переходник. А, переходник-то не китайский. Это все-таки часть втулки. Это такая конструкция втулки. Нормально сделана. На самом деле нет. Вот тебе и санрингл. Великий и ужасный. Ну, просто ужасный на самом деле в данной ситуации, можно сказать. Ладно, ковыряемся дальше. За то, как звучит. Можно, конечно, по старинке использовать хлыст и вороток. Разумеется, специальным съемником для кассет. Они еще бывают для трещоток немножко отличаются. В частности, для трещоток с широким шлицем. А для кассет шлиц по уши идет. Штырек не обязательно. Без него иногда даже удобнее. Ну, можно тряпочкой и гайковертом. Хоба. Откручена. И снимаем кассетку. Кстати, несмотря на то, что кассету укатанная... А, здесь стальной барабан. Никаких вмятин на нем не появилось. Ну да, так что кассета укаталась вполне логично. Да, звучит она, конечно, кайфовенько. Ну, так чуть-чуть пыль прибрать. Чтобы оно более-менее чисто было при сборке. Конструкция у оси в этой втулке, хоть и, на мой взгляд, дурная, ну, из-за того, что она, простите, в руках вот так вот разваливается. Ну, все равно, там, санрингл повыпендривались, да, вот смотри. Не просто алюминиевая цельная колобаха, а вот прям пыльник такой сделан с элементами снижения его веса. У меня, блин, ребята спрашивают, зачем я здесь делаю на конус переход на своих осях фирменных. Вот как раз, чтобы с рамами, в том числе, проблем таких не было. Немножечко надо тут все это дело протереть, чтобы в грязюке не возиться. Не люблю я это с грязными великами работать. Вот такую жижу использую, в том числе для мытья своих великов. Ну, просто обрызгал. Уже год ею пользуюсь. Она приезжала в качестве призового фонда на соревнования. Ну, соответственно, в нашей локальной корс-кантри. Вот, была выиграна такая баночка. И год уже примерно использую. Это уже не первая банка, дальше приобреталась отдельно. Понравилась. Ну, типа вот, в нее составит, наверное, что-то типа силикон или воски какие-нибудь. Суть в том, что после нее ты влажной тряпкой, ну, мочишь, она смачивается хорошо, высыхает не быстро. В отличие от обычной воды, чистой воды, да. И просто протираешь влажной тряпочкой, ну, или сухой. Сухой, конечно, не очень комфортно все еще. Не смириться с тем, что там можно, типа, протирать. Это прям влажной тряпочкой протираешь, и вот, сами видите, результат. Все красивенькое. То есть, когда вот просто припылилось, прям идеальный вариант. Для демонтажа системы, конкретно эта система у нас под квадрат. Скидываем колпачки с обоих сторон. А под ними у нас могут быть, ну, обычно это на 14-й ключ, 14-ю торцевую головку винты. И иногда шестигранник на 8 стоит на квадратках под квадрат. А, сначала педальки надо снять еще. Ибо новых педалей для установки не предвидится. Компоненты здесь ультра-стритецкие, прям большие, страшные. Ну, это BMX-педали Prima. Они тяжеленькие, они звякают, потому что давно не перебирались. Они на насыпи. Здесь, кстати, пыльники даже есть. То есть, педали вполне себе с заявочкой на сурок службы. Закручены на сухую. Мне категорически повезло, что затянуто было не слишком сильно, и получилось открутить. Но откручивается, соответственно, против хода колеса. Резьбы у обоих педалей разные. На сухую абсолютно. Было бы затянуто чуть сильнее. Оно здесь уже видно, что на резьбе тут такая ржавчина есть. Будь оно затянуто чуть сильнее, я бы сейчас обделался это все дело выкручивать. Пришлось бы нагревать. Возможно, расплавился бы вот этот пыльник. Ну, короче, было бы грустно. Видно, что велик висит не на стойке, а стоит на сидушке, на руле. Я предпочитаю снимать, работать с системами именно в таком положении велосипеда, потому что можно в качестве нагрузочки приложить весь собственный вес. И в итоге получается демонтаж довольно эффективным. Особенно, если детали прикипевшие. Здесь они вполне могли бы быть такими, ибо при сборке, по крайней мере, при установке педалей, как мы видели, смазку сюда не закладывали особо. Если шатуны также были бы собраны, то это бы дело все очень сильно щелкало в процессе эксплуатации. Впрочем, по системам у меня есть огромное видео, почему щелкает каретка и система. Да, здесь смазки тоже нет практически. Съемник шатунов под квадрат с узким валом, с узкой, да, еще и частью по резьбе вкручиваем от руки до упора. До упора закручивать нужно, чтобы меньше шансов было выдрать резьбу из шатуна. Хотя есть шатунов шимановских, а то здесь у нас М131, да, моделька. Ну, в общем, это хорошие шатуны, из них шансов вырвать резьбу не так много. А вот когда снимаешь какие-нибудь сантуры, бывают китайские системы, где от резьбы одно только название, и слегка напоминающий резьбу, или слегка напоминающий резьбу внешний вид. Вот там шансы оторвать, ну, то, что выдавится не вся система с квадратного вала, он немножко конический, а именно выдавится вот эта часть съемника, вырвется вместе с резьбой. Там риск присутствует. Если чувствуете, что начало перекашивать, лучше погреть, обстучать молотком, прям вот хорошо погреть, и после этого продолжить работу. Бывает, надо стукнуть в торец вот этого валика. Видно, что он тут очень-то расплющенный, бил простым молотком, некий янкой. Нужен именно звонкий, хлёсткий удар. Потом докручиваешь ещё чуть-чуть, ещё удар, ещё докручиваешь. Ну, в общем, колдуешь, лишь бы резьбу не вырвало из шатуна, потому что дальше снимать будет сложнее. Вот, допустим, за подобные шатуны тут даже двухлапым, трёхлапым съёмником особо не подцепишься, будет соскальзывать. Можно, конечно, извратиться, но в некоторых случаях приходится, извините, болгарочкой отрезать кусок каретки, если надо спасти шатуны, или разрезать шатун, если надо спасти каретку. Ну, аналогичным образом, резьбы здесь обычные, снимается и этот. Вот так вот давить удобнее сверху вниз, чем когда он на весу висит, ты там как-то пытаешься изловчиться сам, извернуться вокруг этой стойки, ещё и стойка прыгает, куда-то расползается. Именно, кстати, поэтому стойки, которые у меня были на обзорах, ребята, многие убивают там за месяц. Ну, что обслуживают, то, что не стоит обслуживать прямо на стойке. Кстати, состояние системы. Ну, вот видно, что вот здесь вот зубчики, видишь, более-менее ровные, здесь вот аккуратные, а здесь уже как акуля и плавник такой стали острые, на один край заострённые. То есть вот на этом месте уже есть риск, что цепь начнёт при хорошем натяжении, свежая цепь будет проскакивать. И звёзды с этой системы несъёмные, поэтому поставить сюда просто одну звезду или отрезать вот эти две большую и маленькую, чтобы оставить одну спереди, уже не прокатит, потому что средняя звезда, к сожалению, изношена. Она не сможет работать с новой цепью. Таким вот образом комплект действительно качественных палок, шатунов приходит в негодность. Каретку буду пробовать откручивать также с помощью гайковёрта электрического. Если электрический не справится, буду брать пневматический. Он помощнее лупит. Куда крутить? Крутить, откручивать каретку в ту же сторону, куда крутится колесо. То есть колесо у нас крутится туда, сейчас, значит, мне надо крутить в ту сторону. Очень шумная работа. Пластиковая чашка на шимановской металлической каретке. Очень хорошее решение, на самом деле. Оно меньше щёлкает, именно пластиковая чашка. Ну и плюс, за счёт того, что это пластик, и он имеет такое свойство, назовём его плывучесть, да? Ну, он, в общем, со временем, он плавно-плавно может деформироваться. И если резьбы нарезаны несоосно немножко, да? То есть вот эта резьба, если они немного несоосны, если вот эти поверхности немного несоосны между собой, точнее, не параллельны, а это всегда на сварных конструкциях, всегда так, то пластик позволяет эту несоосность немножко компенсировать, за счёт чего сама каретка может крутиться легче. Кстати, вот эти старые каретки под квадрат у Шимана очень живучие. Тоже, соответственно, откручиваем, как вот вращается колесо, да? В ту сторону мы её и откручиваем. Есть такое дело. Каретка снята. Надо здесь навести марафет. Передний переключатель нам тоже не нужен. Он здесь прикручен шестиграничком на пять. Мы его демонтируем. Дальше жить будем уже полностью без него, потому что система Q's у нас обладает narrow-wide звездой, то есть звездой с переменной шириной зуба. А на переключателе есть муфта специальная, которая снижает вероятность слетания цепи, поэтому, в принципе, по большинству тропинок, трейлов можно кататься без какой-либо системы удерживания цепи. Куча грязи сюда залетала, колпачок аж врос в раму. Ладно, ничего страшного, это всё долой. Видно тут, что покрышка шире, чем может эта рама работать. И вон, смотри, видишь, аж пропилило алюминий. Надо будет центровать колесо, изменять зонт, то есть с помощью натяжения спиц сместить весь обод сюда, ближе к кассете, потому что покрышка своими резиновыми зубчиками запиливает, задевает раму. Это происходит, когда мы идём в поворот, в разгон, то есть идёт раскачка, наклоны, и вот эти тоненькие спицы, они всё-таки играют. Флексят, так сказать. Начнём с удаления внешней грязи. Кстати, вот о борьбе с грязью у меня ещё и вот такая штука есть. Это ребёнок выиграл на детских... И вот она, типа, не надо кнопку постоянно нажимать, она вот так работает, прям образует кучу пены. Пена в каком-то вроде удобнее, потому что ты там видишь, как она сползает, вот это вот всё. Но почему-то вот синеньким мне нравится больше. Может, потому что он синенький, может быть, потому что нажимать кнопку триггера мне привычнее, потому что у меня все фунфырики в мастерской, все средства, тот же White Spirit я заливаю вот в подобный фунфырик, и мне просто привычно использовать вот такую штуку. Ну, как-то не знаю. Ну, кому что удобнее. Ну, вот средство именно вот оно работает, да, то есть он побрызгал пыль, грязь, она подмокла, чтобы не царапать раму, и протёр. И плюс у неё в составе там что-то есть хорошее, доброе, которое скрывает маленькие царапки. Ну, то, что в процессе эксплуатации всегда на рамах образуется, и внешний вид после такой вот, так сказать, сухой мойки, он такой приятный, в общем. По большому-то счёту. Так, рубашечку можно ещё протереть на тормозе. Сам тормоз я поливать боюсь, хотя, моя свои велосипеды, у меня очень большие опасения были, что тормоза перестанут работать при попадании жидкости вот этой моющей на тормозной диск, на ротор, да, ты всё равно, когда фунфыриком работаешь, всё равно рано или поздно брызнешь на ротор. И я боялся, что здесь какие-то воски и так далее, короче, что тормоза просто исчезнут. Случайно, как ты не старайся, случайно пару капель всё равно прилетает. И, ну, пока мои тормоза на моих двух велосипедах пока ещё работают. Не скрипят, не тупят особо. Нет, это не повод лить на тормоза эту жидкость. Попадание жидкостей любых технических, кроме, там, чистой воды, обезжиривателей, стоит избегать на тормозные поверхности, потому что, ну, у вас там может быть капля масла рядом с той рабочей поверхностью, да, а какой-то растворитель, который вы используете, сдвинет эту каплю масла туда на колодку, и колодка начнёт визжать. Что-то тоже не очень приятно. Так, короче, тормоз тоже красивый, чистенький стал. А вот всякие масляные отложения, так скажем, куда грязь прилипла, я с помощью вайтспирита удаляю. И, разумеется, с помощью старой доброй зубной щётки, куда же без неё. Всё это дело мы просто раскиселиваем. Нет, есть у меня, конечно, ещё одно средство на водной основе. Я совсем недавно начал использовать от Flow, называется компания, ребята из России начали делать. Скоро о ней расскажу, о той жидкости. Она работает с водой. Дегризер прям обалденный, мне он так понравился. Но вот в данном узле он не особо применим, потому что я не планирую заливать в раму воду. Вот здесь я буду использовать нефтяные продукты. Ну, в частности, вот вайтспирит и обычный обезжириватель. Ну, они по-разному немножко работают. Обезжириватель очень быстро испаряется. Хотя оба эти вещества довольно не кисло растворяют всякие вот эти масляные залежи. Именно масляные. Ну, парафиновые тоже, но для того, чтобы растворить парафиновые, это всё дело надо нагревать. А нагревать эту штуку, знаете ли, такое себе. Поэтому там как раз можно использовать жидкости на водной основе. Так. Пошебаршали щёточкой и продули. Итак, повторить несколько раз. Ну, если нет компрессора, можно для разовой акции вполне себе купить какой-нибудь такой вот фунфырик, типа очистителя тормозов или цепи, что-нибудь в этом роде. Разные бренды продают эти штуки. Ну, когда в условии мастерской, конечно, это будет дороговато использовать такие штуки в баллончиках. Потому что, извините, баллончик надо сделать и так далее. Проще платить только за обезжириватель. А вот в домашней мастерстве, ну, как бы, когда для себя один раз делаешь, вполне можно такие вот с напором баллончики брать. Запах у них не сильный. То есть, вместо там комплекта из вейт-спирита и обезжиривателя, можно использовать только вот этот фунфырик, дизвизер там или очиститель тормозов. Что-нибудь в этом роде. Сколько там ещё грязи много. Накопилось, блин, за столько-то лет. Рама-то прям какого-то ультрабородатого года. Я, наверное, только более-менее активно кататься начинал, когда эта меридовая вышла. Такой там, конечно, просто глина. Кстати, дренажного отверстия в каретке тоже нет. Рама старая. Я её сейчас просверлю заодно. А, всё-таки есть. Но с другой стороны, оно тут, блин, забито грязью настолько, что его просто не видно было снаружи. Грязь чёрная, рама чёрная. Отверстия, соответственно, не видать. А оно, вот оно. Это как суслик в поле. Офигеть, сколько тут грязи. Ну, типичная ситуация, на самом деле, для велика, который хоть сколько-то ездит. Так-то резьба выглядит лучше. Ни песчинки, ни соринки не осталось. Вот теперь можно собирать. Кстати, один из индикаторов хорошо отмытого железа является ставшая чистой кисть, которую мыли. Ну, то есть, помнишь, да, она в самом начале чёрная была. В работе на потоке, когда там с ошанами много работают, не всегда удаётся после каждой грязной разборки протереть инструмент, а это слишком сокращает его ресурс. Поэтому да, в мастерских, которые обслуживают чумазые велосипеды, и очень много, инструмент просто горит, изнашивается и уходит в утиль довольно быстро. Так, перед сборкой нам надо будет ещё демонтировать старые... Опаньки, упрёмся коленочкой. Вот так вот. Грипсы и старые монетки. Также и с другой стороны. Они нам теперь лишние, не нужны. Грипсы, мне кажется, имеет смысл заменить, потому что слишком уж они тут плохо выглядят. Они уже не цепкие, они уже заполировались в такой прям суперскользкий субстракт. Короче, грипсами их назвать можно с натяжкой. Хотя до сих пор эластичные и достаточно мягкие, не липкие. В случае с правой ручкой мы могли бы просто убрать рубашку-тросик, оставить вот это комбо-устройство. Но будем делать однообразно всё-таки. Поэтому просто вот видел, да, совместили прорези и вытащили тросик тормозной. Он в песке, конечно, сейчас протру. Судя по состоянию тросика, оно тут уже давненько-давненько не могло нормально работать. Весь он порвался и стёрся. Вообще устранение грязи – это основная задача при любой переборке любого обслуживания. Надо убрать грязь и песок и положить туда, где она нужна, свежую смазку. Рост заднего тормоза и занимается аналогичным способом. Ослабляем, совмещаем прорези, вытаскиваем. Так на самом деле на большинстве механических тормозов делается. Поскольку делать надо хорошо и плохо оно само получится, я сейчас буду рассверливать вот эти подставки, чтобы убрать отсюда разрыв. Грязь всё равно летит, вода по тросику, в рубашку. Кому это надо? Рубашку будем делать цельную на эту раму. Вот так вот беспардонно сверлом на 5 удлинённым. Берём и сверлим. И здесь, наверное, тоже. Разумеется, если у вас рама гарантийная, то лучше пока просто на хомутике прихватить. А если гарантия уже закончилась, и вы точно знаете, что это рама ваша, то можно подготовить под эксплуатацию с цельной рубашкой. В случае мастерской, разумеется, надо согласовать и момент с клиентом, а то вдруг он там паникёр на этот счёт и побоится лишних отверстий. Здесь ты уже, знаешь, терять нечего. Дренаж у нас на резьбу попадает, поэтому, скорее всего, он опять забьётся смазкой. Надо всё-таки по серединке сделать отверстие. Да ещё отметить так, чтобы она была снизу, а не впереди. Судя по меточке, отверстие у нас должно оказаться вот тут. Накерним и потом просверлим. Отсветового процесса не стоит. Толщина калеточного стакана, скажем так, избыточна. Грязи через это отверстие... Ну, 5,5 мм достаточно. Грязи через это отверстие внутрь попадёт мало, а вот воды из него выльется много. Но это связано с особенностями конструкции большинства рам. То, что там через подсидельную трубу залетает, заливается. Да и через другие отверстия тоже может заливаться. В общем, дренаж на моём опыте больше выручает, чем вредит. И песок основной попадает всё равно через вот эту прорезь. Всё так вот затекает у нас по подсидельной трубе внутрь. Самое главное тут убрать заусенцы. Я вот для этого старый, советский, добрый скальпель использую. Чтобы вода действительно могла вытекать. Потому что я же сверлил в ту сторону, и заусенец, соответственно, в ту сторону выдавился. И вода там вокруг этого заусенца стоять может. Поэтому заусенец надо убрать. Чтобы там была такая, знаешь, желобок, вороночка. Чтобы прям вытекала. Толщина металла здесь просто огромная. Поэтому это отверстие нисколько не ослабит. Допустим, если сравнивать вот здесь толщину металла, она тут около 1,8. Может быть, 2 с учётом толщины краски. А здесь миллиметр 4,5-5. Где-то так. Ну, то есть запас прочности здесь огромный. Кто-то переживал по поводу работающего компрессора. Ну, так вот, пылесос, которым я сейчас убираю стружку, шумит в разы сильнее. Даже если сразу, ну, не знаю, всю компрессор, что токарник, они достаточно тихо работают, вот эти малыши. Как я уже и говорил в обзоре, внутри самой каретки нанесено количество смазки. Достаточно для работы каретки. И вплоть даже для того, чтобы смазать резьбы. Которые тут с завода немножечко краской покрыты. Но это не страшно. Краска нам не помешает. Она будет работать в качестве, так сказать, уплотнения фиксатора. Смазывать нужно. Можно использовать, на самом деле, даже герметики. В том числе каучуковые. Главное, чтобы в резьбовое соединение не попадала вода. Потому что даже вот соединение... Да, тут, видишь, уже упоминал, что здесь есть фиксатор нанесенный. Даже этот фиксатор, ну, не спасет вас от того, что при попадании влаги начнет все это дело благополучно щелкать. Так же самое. Ну вот, собственно говоря, уже залепил смазкой отверстие. Это дренажное, которое сбоку находится. Поэтому оно, как честно сказать, не особо тут работает. Диаметр у него маловат. Даже, наверное, чистить сейчас его от смазки не буду особо. Потому что эта чашка сейчас закрутится, и вообще от него ничего не останется. Замечу, что вынимая смазку из внутренней части каретки, я смазал пластиковые вот эти направляющие. Пластик здесь. Это хорошо. Еще надо смазать вот эту поверхность, по которой непосредственно чашечка будет сопрягаться с вот этим вот резиновым уплотнением. У нас сегодня было упоминание старого советского. Воспользуемся старой советской линейкой ГОСТ СССР 75-го года ГОСТ. 68 миллиметров ширина стакана. Соответственно, для установки каретки на этот стакан используются все проставочные колечки, имеющиеся здесь в наличии. Резьбы каретки тоже необходимо смазать. По той же причине защита от влаги. То есть, сама смазка здесь как бы исключительной ролью герметизатора является. Поэтому желательно использовать смазочки на основе сульфоната кальция, который водичку не боится. Так, левая чашка. Это у нас вот здесь у нас трансмиссия. Значит, левая чашка на сторону, где тормоза. И вот на ней нарисована стрелочка, как ее закручивать. Это ко мне пришли, не переживай. Заболтался, рассказать забыл про непосредственно проставочные колечки. Так вот, для 68-й каретки мы используем все кольца. Напомню, что здесь они вот такой вот хитрой ширины. Их тут не три, их тут четыре. Два кольца мы ставим на сторону трансмиссии. Обе чашки закручиваются в одну и ту же сторону. Так, надо эту резьбу смазать. А одно кольцо ставится на сторону, где трансмиссии нет. То бишь, на левую. Ну, колечко смажется. Сейчас я его вот так вот смазал. И вот так вот смазал. Колечки пластиковые. Пугаться этого не стоит. Они как раз выполняют ту роль, да. Они деформируются и немножечко нивелируют те неровности на раме, которые могут быть. Я специально ее не торцую. Посмотреть, как оно будет работать в неотторцованном состоянии. Хотя, по-хорошему, при замене системы надо бы сделать резьбу соосной и отторцевать поверхности. Вот. Но это у нас в рамки договоренности с клиентом не входит. Ну, и мне, опять же, очень интересно посмотреть, что получится. А в большинстве, в подавляющем большинстве случаев, получается, что оно крутится, но могло бы крутиться чуть-чуть лучше. Хотя на этой конкретно старой мериде не исключаю, что поверхности вполне себе ровные. Да, привалочной плоскости здесь как таковые отсутствуют. Они залиты краской, но за счет вот этих вот... Шамана неспроста делает эти колечки пластиковыми, да. За счет того, что они пластиковые, все эти вот перекосы нивелируются. И в том числе вот эти пластиковые вставки на подшипниках. Они тоже, помнишь, да, что могут слеживаться. Они тоже нивелируют все эти неровности. И со временем кареточка, ну, грубо говоря, прикатывается, да, пластик утаптывается. И все это дело начинает крутиться вполне адекватно. То есть, пластик этот нужен. Плюс он при попадании влаги сам по себе не ржавеет. Пластик у нас не ржавеет. Если вдруг заржавеет подшипник, ну, воды, допустим, вы налили много, и дренажное отверстие у вас отсутствует. Вал, допустим, тоже заржавеет. Вот этот пластик позволит вам все-таки разобрать эту систему. И использовать ее, в принципе, даже в будущем, если там от нее что-то останется. Так, уже близко к тому, что было затянуто полностью. Да, для установки каретки потребуется, опять же, инструмент. Ну, такой съемник с Алиэкспресса. Мне кажется, он был у меня где-то на обзорах. Съемник каретки можно по картинкам посмотреть на канале. Ну, сомневаюсь, что ссылка до сих пор будет работать, потому что съемнику этому уже, наверное, год с лишним. И, как видишь, по шлицам пользуюсь я им достаточно активно. Но в понятных условиях, да. То есть он протирается периодически, убирается грязь, чтобы инструмент служил. То, о чем я чуть раньше уже рассказывал. И здесь то же самое затягиваю. Вообще затягивается это с усилием 40 ньютонов на метр. То есть довольно приличное усилие. Но сейчас я его не тяну. Сейчас я буду ставить систему и смотреть, как она встанет на эту раму. Вот она красавица, еще в пленочке. Сейчас мы, наверное, вывернем в винт. Кстати, да, описывая систему, я забыл упомянуть, что внутри каретки, я его просто снял, было колечко. Вот это. Оно одно единственное. Похоже на то колечко, которое ставится под педали. Но это колечко вот именно под вот этот винт, чтобы винт нормально функционировал. Чтобы он нормально вот эти шлицы притягивал к вот этому валу. Да, вот сюда, наверное, смазочки с каретки не хватило. На резьбу всю израсходовал. Добавим. Добавлять буду кальциевую Bike Grease 2000. Она такая же по цвету, но чуть-чуть, скажем, пониже у нее вязкость. Базовое масло или консистенция у нее пониже. Ну, в общем, она помягче такая, чем шимановская оригинальная. Соответственно, вал я тоже обмазываю этой штукой. Хотя на данном этапе можно было бы этого еще не делать. Потому что у меня непосредственно пластик обмазан смазкой. И к тому же сейчас будет именно примерка всей этой конструкции. Вал, ребята написали, что стали прессовать в тот шатун, на котором нет трансмиссии. Из-за того, что это просто компактнее при доставке. Здесь белая смазка, нанесена шимановская паста какая-то. Хотя на шлицах ничего нет. Будем надеяться. Ну да, они, по идее, должны быть хорошо смешиваемыми, эти смазки. Потому что в каретку нанесена кальциевая шимановская смазка. И здесь вот эта белая паста. Так, делаю не совсем правильно. Точнее, совсем неправильно. Шлиц это позволяет. То есть я два шерва ставлю одинаково. Потому что сейчас идет примерка. То есть сейчас идет не установка, а примерка. Ладно, что при этой примерке, на конкретно этой системе, ну как у Octolink, придется запрессовать шатун, а потом его спрессовывать. Хотя вообще можно обойтись и без полной запрессовки. Да, пожалуй, обойдусь я без полной запрессовки. Просто покажу, какие именно размеры я буду сейчас проверять. Мы делаем, упираем систему в чашку каретки. Смотрим, сколько у нас тут, 15 миллиметров до пера. Но это не главное расстояние. Упираем теперь эту. Хотя там тоже это дело все регулируется. Здесь около 17 миллиметров. Но это, повторюсь, не главное расстояние. Главное расстояние, оно вот здесь, между трубой и шатуном. Оно должно быть в идеале одинаковым. С помощью электронного штангеля я просто сделаю нолик. Так. Толкаю обратно. И что я вижу? 3,5 миллиметра шатун. Вот этот шатун смещен на 3,5 миллиметра. От центральной трубы вот в эту сторону. Дальше что я вижу? Вижу я, что здесь огромный зазор. И сместить вот эту звезду в ту сторону было бы очень полезно для работы трансмиссии. Потому что сейчас линия, в которой расположена звезда, она, ну, середину кассеты может... Да нет, на середину кассеты она точно не попадает. Она слишком близко к этому петуху. И на больших звездах перекос будет сильноват. То есть, если мы сейчас всю систему сместим сильнее, ближе к перу, это будет очень хорошо. Смещать-то на самом деле можно даже на целый сантиметр. И ничего тереть не будет. Но сантиметра у нас нет. У нас есть всего, по большому счету, 2,5 миллиметра. А по-хорошему-то только 2, из-за того, что у шумановских чашек резьба вот у этой чашки, она коротковата. Ну, 2,5 сюда можно перекинуть. Хотя нет, 2,5 это будет много. У нас же разница 3,5, правильно? И перекинув отсюда 2 сюда, мы получим разницу около, получается, полумиллиметра. Точнее, не 2, а тоненькое колечко идет толщиной, по-моему, полтора, а второе миллиметровое. То есть, полтора мы перекинем, все равно полумиллиметра останется. Разница. Так, съемник потребуется. Вот эту шайбочку всегда проверяй, чтобы она осталась на гайке. Иначе вырвешь резьбу. Проблема в том, что съемник, кстати, нужен другой, с большей площадью. И вот эта площадь, которая упирается в шлицы, она сквозь шайбу не проходит. И вы в итоге вырываете резьбу из шатуна. Поэтому всегда проверяйте, чтобы шайба у вас не осталась здесь. А она, при правильной сборке на смазке, она остается внутри. Ну, съемник, на самом деле, можно использовать один, просто с накладочкой под шлицевые системы. Да, то есть, есть под квадрат тоненький, и есть накладочка под шлицевые системы потолще. И, соответственно, процесс выдавливания шатуна, он точно такой же, как и в случае с квадратом. Просто толкателем выжимаем вал из тела шатуна. Вот здесь тоже конус есть. Конус находится вот в этой части. Он еле заметный. И Octolink это, на мой вкус, самая надежная шлицевая система. Я еще прям люфтящего разбитого Octolink'а пока за свой опыт не встречал. Их просто, наверное, меньше эксплуатируется, но, тем не менее, не встречал. Подтолкнем вал с кияночки. Да, я понимаю, что короткое видео, где я бы показал, что все легко втыкается, без проблем, супер-пупер, было бы как реклама намного лучше. Но есть нюанс. У меня тут не при рекламу. И многие, многие, многие ребята, которые когда-то брали, да... А, стоп, откручивается у нас туда же, куда колесо едет. Начал затягивать. Да, колесо едет, мы откручиваем. Так вот, некоторые ребята, которые брали рекламу, от нее впоследствии отказались, потому что, оказывается, на этом канале критикуют. Вот. И это не всем нравится. Ну, тут у нас видос сейчас не рекламный, а чисто вот, скажем, я знаю, что это будет интересно. И я знаю, что это будет полезно, потому что комплект 1.11 – это та штука, которая будет устанавливаться на простые велосипеды, купленные просто в магазине, потому что вот хочется что-нибудь поменять, хочется какой-то апгрейд сделать. И вот куда уж проще, чем старая 26-дюймовая Merida. То есть, то, где... тот велосипед, где используются все вот эти старые стандарты, а система-то, извините, прям, можно сказать, вообще свежачок абсолютно новая. И посмотреть, как это все делает, будет. Если не интересно, то как минимум полезно. Вот я перекидываю одно колечко. Сейчас колечко потоньше разверну. Сюда, к чашке. Но резьбы тут еще достаточно для того, чтобы вот эта чашечка у нас хорошо держалась на своем месте. И закручиваем их обе. Хотя обычно, кстати говоря, пыльник должен был оставаться вот в этой чашке, в чашке со стороны привода. Но решающего значения это никакого не имеет. Кстати, еще одна особенность сборки таких кареток. Иногда надо проверять, чтобы тот пластиковый пыльник зашел четко в чашку. Потому что, если вдруг пыльник сместится, такое может быть, и чашка начнет закручиваться, вы просто почувствуете легкое усилие, да, затянете ключом, и чашку просто... Ну, проставку эту пластиковую просто порвет. Поэтому, да, пальчиком проверяем, чтобы оно там зашло туда, куда надо. Разрабатывайте пальчики в этих отверстиях. Так, переставлено повторные замеры. Кстати говоря, ну, тут, на самом деле, мне кажется, все-таки лишним не будет подторцевать. Потому что здесь шайба не сплющилась. Здесь вот она сплющена на глаз. Прям очень сильно. Так что, все-таки, торцовку кареточного стакана я сделаю. Но, скажем так, наверное, за кадром. Проверяю. Занулились об эту сторону. И смотрим, что получилось сюда. А, стоп. Выставить в упор. И смотрим, что получилось сюда. О! Ровненько. Ну, чуть-чуть вот это дальше стоит. На 0,2. По перьям, соответственно, у нас, скорее всего, будет более заметное смещение. Да, потому что здесь и так было много. Давай, вот нолик здесь сделаем. Вот этот шатун задвинем сюда поплотнее. И холодыщ минус 5. То есть, 5 миллиметров разница будет от перьев. Но, в некоторых случаях, это нормальная история. Потому что, нередко вот это перо смещено от центра рамы, от оси симметрии. Да, чуть-чуть в эту сторону. Поэтому, повторюсь, что такое может быть нормальным. Нам самое главное, что мы смотрим именно, ну, так называемый чейнлайн. Я не... 50, 55. Ну, на глаз, плюс-минус. Повторюсь, что самое главное, столкнуть звезду как можно ближе к перьям. Чтобы она была ближе к середине кассеты. То есть, вот, переставлением вот этих проставочек это делается. Что еще можно сделать в данной ситуации? Там вопрос, кстати, задавали в комментариях, съемная ли здесь звезда. Да, она съемная. Да, вот она прикручена на бонках. То есть, можно на самом деле открутить бонки и сделать сюда проставочные шайбочки. То есть, диаметром 8 мм шайбы, обычные даже шайбы диаметром 8 мм, вполне себе можно положить, чтобы сместить звезду ближе сюда, к центру рамы. Тем самым, сместив цепь сюда ближе и снизив вероятность слетания этой цепи при использовании сзади крупных звезд. Вот сейчас убираю смазку для того, чтобы отторцевать все-таки каретку. Но, повторюсь, это не обязательно. И из-за того, что там пластиковые детали, они позволяют нивелировать все эти перекосы и так далее. И вообще, в целом, система-то крутилась не так уж и плохо. Но я точно знаю, что после тортовки она крутиться будет свободнее, лучше, легче. И удовольствия от катания человек получать будет больше. Но, повторюсь, что все не обязательно операция. С левой чашки начинаю, потому что здесь, скажем так, параллельность самой чашки и поверхности была лучше. Соответственно, предположу, что вот эту часть кареточного стакана при сварке, а именно, перекашивает его там, деформирует именно сварочными швами. И вот, предполагаю, что вот эту часть изуродовала, изувечивала сильнее. Маслечко прям обязательно при нарезании резьбы по алюминию. Заодно и счистим ту краску, которая с завода осталась там. У этой торцовки, конечно, тоже есть неприятная особенность, что она об определенной грунтовке, в которых там какие-то твердые частицы содержатся, тоже, блин, забивается режущая кромка, как и у тех, которые торцовки до штока делают в минозаводе периодически. И спасает тут только то, что поджим идет, вот прям соосность жесткая, и поджим идет с помощью пружины, которая, ну, она не режет до тех пор, пока пружина полностью не сойдется. Как только пружина полностью сходится, все, вот она начинает там давить с адской силой и начинает действительно резать. Резать алюминий, продавливая сквозь эту краску, начинает поднимать алюминий. А эту работу мне тоже делать удобнее вверх ногами, а не на стойке. Действительно, смотри, здесь уже голый алюминий, а здесь все еще не снятая краска. И то, что я увидел на глаз смятый, с этой стороны сильнее проставочный комплект. Скажите, естественную действительность, что стакан, здесь вот два шва, здесь один длинный, и стакан, получается, его вот как бы вот так вот вытянуло при сварке. Нет, здесь косяк не мериды, здесь косяк природы материалов. При сварке все конструкции идеально ровные до нее деформируются. Их утягивает, ужимает. И опытный сварщик эти моменты умеет контролировать, умеет делать эти деформации предсказуемыми, умеет учитывать их в будущем, то есть в том, как эти деформации повлияют на работу конструкции в будущем. Именно поэтому где-то сварка стоит 100 рублей за сантиметр. При ремонте рам тех же, да, алюминиевые рамы ремонтируются, трещины варятся. А где-то тот же сантиметр будет стоить уже 5000 рублей. И в чем разница? А разница в том, как этот сантиметр будет положен, с учетом каких нюансов, как оно будет работать в будущем. Вот такая вот петрушка. В ту сторону тоже увело, но значительно меньше. И чуть-чуть, ну, тоже в основном в этот край, где самая большая площадь швов. А вот теперь уже, зная, куда и сколько шайбочек подкладывать, да, на какую сторону, сколько смещений давать, обрабатываем смазочкой окончательно. На самом деле, можно было ее не наносить на этапе примерки. Устанавливаем каретку на свое место. Закручиваем от руки. Теперь эта чашка закручивается значительно легче. И финишно затягиваем плючиком, съемником. Без него, к сожалению, не получится поставить. То есть съемников для осуществления этой работы надо будет приличное количество. Все они, на самом деле, есть в наборе байкендовском. Это тоже делал в обзорной канале. То есть для работы со старой рамой те комплекты как раз идеально подходят. Ну, как со старой, да с большинством велосипедов, скажем таких, не сильно дорогих. Понятие сильно дорогое, у всех очень отличается. В цифрах надо быть, конечно, точнее. Так, стоп. По привычке измерительной, да, птица даже ругается на меня, накинул систему типа для измерений. Вот теперь уже можно систему шатунов ставить. Посмотри, посмотри, насколько легче крутится. А, ну ты же не видел как, я же не показывал, не демонстрировал. Но по ощущениям она прям очень легче крутится. Вот теперь каретка крутится идеалочно. Перейдем к установке кассеты. Треугольничек и широкий паз. Пластиковая вот эта штука, она нужна как раз во. Для того, чтобы все дело не разбегалось и не выставлять отдельно маленькие звездочки, а сразу целиком взял и накрутил. Все, вся установка. Ну, естественно, затянуть надо. С хорошим таким усилием. После небольшой корректировки напильником, ну, в отношении рамы, вставляется колесо и вынимается совершенно свободно. Заметь, что переключатель я сразу ставить не стал, потому что мне надо будет проверить настройку тормоза. И при отсутствии цепи и переключателя это сделать будет чуточку легче. Ну, просто ничего не будет шуметь лишний раз. Так, здесь мы чуть-чуть отпустим, чтобы та ось-переходник не давила опять в раму, а сюда в качестве опоры залезла большая часть оси. Да, перекашивает колесо сразу же. Поэтому закрепление колеса делаем по классике для рам с открытыми дропаутами. То есть, я ложусь грудью на седуху и всем своим весом прижимаю дропауты рамы к оси, чтобы ось сидела внутрь туда плотно. И только после этого затягиваю винты. Ну, вообще говоря, ось моей конструкции сюда бы встала прям идеально. Ну, да ладно. Это особенность данного конкретного велосипеда, и не факт, что вы с ними сталкнетесь. А вот с заменой тормозных ручек с комбо на механику может быть. Поэтому принцип тот же самый. Совмещаем все прорези, заправляем тросик, рубашку, и видим, что не хватает длины. Почему-то не хватает. По одной простой причине. Ручки все по конструкции своей немножко отличаются. Просто им отличаются. Мы просто отпустим тросик у калипера. На самом деле у обоих калиперов, кстати, тросики здесь, по крайней мере, передний по ходу дела оцинковка. И его имеет смысл немножечко прокапать маслом в верхней части рубашки. Отпускаем. И все у нас благополучно садится уже теперь на свое место. Это до упора закручу сразу. Слишком оригинальных авидовских ручек, ну, или вот этой реплики, в том, что головку винта можно зарядить с любой стороны. То есть, ручку, одну ручку, какую бы вы ни приобрели, ее можно будет использовать в качестве левой и в качестве правой. Потому что тут вот таким вот образом сделан винт и резьба. Короче, классная штука. Мне нравится. Когда катался на механике, ломал от поверхности различные и вновь ставил себе именно эти ручки. Так, примерю заодно к тормозной ручке непосредственно монетку переключения. Ну, в принципе, она хорошо встает с обоих сторон. Но, учитывая, что ручку обычно я стараюсь ставить подальше от грипса, поставлю я, наверное, все это дело вот таким вот образом. Хотя, повторюсь, что с этой ручкой она встает с обоих сторон. Ну, сейчас мы пощупаем. Так, парень там у нас роста чуть-чуть поменьше меня. И, скорее всего, что установка с этой стороны ему окажется не сильно удобной. Переставим. Попробуем, что у нас получается. Двумя пальцами дотягиваюсь, одним пальцем дотягиваюсь. Здесь также переключение только большим пальцем работает. Переключение большим пальцем и указательным пальцем. Да, это фишка кьюза. Как и у многих других шамановских трансмиссий, можно работать как только большим пальцем на обе. Ну, наверное, и на увеличение звезды, и на уменьшение звезды работать. Можно также работать большим на увеличение и указательным на снижение размера звезды задней. Свежие грипсы взамен тех, что были сняты. Ну, все-таки обновочка должна быть обновленной, чтобы внешний вид был. И приятно эксплуатировать. В старых грипсах у нас вот такая вот история. Это на самом деле опасно. И торцы руля, особенно если не без блокировки, то у меня... Надо их обязательно закрывать заглушечками, баррендами так называемыми. Эд ко мне пришли, не обращая внимания, день начался. Винт бетеншу. Расстояние между большим роликом и большой звездой. И два ограничительных винта. Ну, соответственно, чтобы у нас переключатель не заваливался в эту сторону. И не закидывал цепь туда, где... Между звездой и, соответственно, спицами. Кассивность кассеты, конечно, сказывается на ее инертности. Это будет ощущаться во время движения, когда мы много-много педалируем. Потом резко бросаем педалировать. То есть там вплоть до того, что лапку вперед дергает. Из-за того, что масса у кассеты довольно большая. И она вот подтягивает бывает такое, что ты бросил педалировать. Это кассета сколько-то вперед провернулась, а потом ее обратно так... Ну и в рекламном видео, конечно же, должна быть легкая и простая установка переключателя на свое место. Вот легкая и простая установка переключателя на свое место. Можно, кстати, заодно здесь выставить ограничители, просто глядя на верхушки зубьев ролика и верхушки зубьев маленькой и, соответственно, большой звезды. Ну и можно это делать, когда цепь уже установлена. Но удобнее предварительно настроиться именно, когда оно еще не собрано. В кучку в одну. Тут, как бы я ни старался, видишь, я не могу додавить вот эту звездочку до большой звезды. Потому что вот ограничительный винт мне мешает это сделать. Вот, соответственно, я его выкручиваю и пытаюсь это дело довести до назначенного места. Вот так вот дотянулось. Кстати, насчет проставочных шайбочек. Стандартные М8, полтора миллиметровые, вполне могут работать с имеющимися бонками. Резьбы там хватает, хоть и запас уже становится ничтожным. Ну и, в принципе, выглядит... Можно их покрасить маркером в черный цвет. Шайбочки эти, чтобы они не блестели там. Ну, выглядит это в целом адекватно даже в таком виде. То есть, видишь, да, чуть-чуть не доходит резьба до своего финала, так сказать. Можно использовать чуть более длинные бонки стальные. Если вдруг у вас возникнет желание увеличить расстояние, ну, проставочками добрать больше, чем полтора миллиметра. Ну, стандартные М8 шириной полтора миллиметра с стандартными бонками вполне себе хорошо затягиваются. Можно использовать также фиксатор резьбы. Держаться это дело будет, потому что все-таки шумановские компоненты. Сталь тут качественная. А алюминий здесь тоже должен быть неплохой. Ну, по крайней мере, раньше всегда был наиболее толковый, поприятнее, чем у Сантуров. Поскольку финальная установка идет, смазываю все сопрягаемые элементы, чтобы сюда в первую очередь не попадала влага. Влага при попадании вызывает окисление и появление таких неприятных щелчков. Убрал пленочку, чтобы это вам не зашкворивало. И все, затягиваю шутяное место. Да, этот кусочек тоже должен входить в рекламное видео. Мол, смотрите, как просто и легко. Никаких проблем. Ну, действительно, если запихнуть всю эту конструкцию просто нахрапом, поставить и не торцевать, ничего особо не запариваться, никаких там сверлений не делать под цельную рубашку, оно действительно все будет работать. Но, как говорится, может быть не так классно, как могло бы, да, и может быть не так долго, как должно бы. Я имею в виду беспроблемную работу с четким включением, с четким вращением, шикарным. Ну-ка, смотрим. Есть люфт небольшой, да, видишь? Он остался. И мы его выбираем вот той самой гайкой, о которой я рассказывал в обзоре. Никаких фиксаторов я тут не увидел для фиксации той гайки. Просто вот она поджимается, выбирается люфт. Все. У SRAM-овских систем, например, вот в этой гаечке есть шестигранник, который ее стягивает и не дает ей более крутиться никуда. Хотя здесь она от руки затянулась, и, в общем-то, система при этом классно продолжает крутиться. Все в порядке. Расстояние у нас позволит вытащить цепь, если ее вдруг зашкворит сюда между пером и звездой. Все еще позволит. Ну и Chainline, как понимаешь, мы все-таки смещали как можно ближе к центру кассеты. Вкуснячка. Ну, вкусно пахнет. Не знаю, мне вкусно, как пахнет японская цепь. У них смазка такая с каким-то ароматизатором. Такой, не знаю, ягодный что ли. Да, наркомания. На большую цепь. О, пардон, на цепь на большую звезду. Здесь на единственную звезду. И смотрим. Надо добавить цельных 5-6 звеньев. Раз, раз, два, три, четыре, пять. Ну, пять у нас не попадает, да? Пусти еще разочек. Вот у нас соединение. Раз, два, три, четыре, пять. Ну, соответственно, шесть. То есть, вот это, на конкретно эту раму, получается, что одно созвенье нам надо будет всего лишь удалить. И вот здесь единственный момент, где может возникнуть неприятный нюанс. Если у вас велик на 29-х колесах с ультрадлинными перьями, то длины цепи может оказаться чуть-чуть недостаточно. Особенно если это двухподвес. Сравнивать со старой цепью смысла никакого не имеет вам. Вот это все надо будет заново по месту просто померить. Ну, минимум пять звеньев у вас должно быть добавлено. Напомню, что здесь нет замочка. Здесь идет черный пин отдельный свой. Ну, на самом деле, добрать где-то, если одного звена там не хватает или порвали цепь, то добирается замочком на такой степи. Обычный 11-скоростной замок, судя по измерениям, сделанным во время обзора, должен прекрасно работать. Я тем временем заправляю цепь в переключатель. Здесь у нас есть вот такой вот выступ. Я не знаю, нафига он нужен. Честно скажу, я не знаю, зачем он нужен, какую роль он выполняет. Но очень часто оказывается так, что цепь, видишь, она лежит на выступе. Она в него упирается, она в него будет пилить. То есть сейчас я цепь прокинул неправильно. И на этот момент обращайте внимание, особенно когда вы там в тропях моете цепь. Ну, допустим, чтобы запарафинить. Кстати, цепь же надо запарафинить. Ну, ладно, я ее потом... Не, нельзя ее отдельно делать. Надо сразу запарафинить, пока она чистая. Да, я парафиню цепи прямо в заводском консерванте. Консервант остается внутри цепи. Снаружи все это дело масляное как бы смешивается с парафином. И у нас получается такая достаточно хорошая оболочка, которая удерживает очень долго смазку внутри. И при этом она снаружи не облипает песком. Поэтому сейчас у меня, пожалуй, будет пауза на несколько часов по домашним делам. Для того, чтобы понять, что цепь я сделал слишком длинную. Падам-падам-падам. Почему так получилось, я пока не знаю. Но, судя по тому, как выглядит переклюк на самой маленькой звезде сзади... А, я понял почему. Потому что битеншн надо вкрутить. Я же его выкручивал сильно. В итоге переключатель на вот этот винтик битеншн. Он совсем не опирался. Он опирался прям лапкой в раму. И вот с помощью этого винта мы добираем разницу. Хоба! И цепь стала нормальной длины. Такой, как она и должна была получиться по инструкции. Кстати, лицевая и тыльная сторона вот этой цепи для кьюза отличаются. Но на лицевой стороне есть надписи. А на тыльной немножечко другие выштамповки. Поэтому я считаю важным то, как будет установлена эта цепь для действительно четкого, максимально четкого переключения вот этой трансмиссии Lindglide. Соответственно, собираются цепи с таким вот черным, так скажем, пином отдельным, обычной выжимкой. В общем, так же, как и расклепываются. Затянем до упора этот черный пин внутрь этой цепи. Так, не всегда с одного захода я это делаю. Иногда есть ощущение, что пин уперся не туда, куда он должен. Что он там рвет металл. Поэтому иногда я делаю, грубо говоря, откат назад инструмента и повторно продавливаю. В надежде, что пин зайдет туда, в свое отверстие, куда надо. Так, чтобы он шевелился хорошо, сочлененный узел, его надо согнуть не вот в этом направлении, а вот туда и обратно. Это позволит, скажем так, выбрать нужный зазор, чтобы цепь у нас работала нормально и сгибалась. Но вот пока что она на парафинчике, прям суперлегко она не гнется. Надо еще все-таки добавить посильнее. Иногда приходится и инструментом сделать корректировочку, так сказать, только с этой стороны. Чуть-чуть давануть пин в обратную сторону. Самую малость. Чтобы легче было выбрать рабочий зазор. Чтобы вся эта конструкция шевелилась хорошо. Ну, в общем, ведет она себя около так же, как и остальные пины. Когда все хорошо раздвинуто по сторонам, чтобы зазоры все эти были. Ну, плюс в том, что толщина парафина, конечно, чуть больше. Потому что на стенках его было больше, чем после варки между щечками собранными уже в одно целое. Еще раз проверяю, как бежит цепь. Что у нас здесь она нормально проложена. Ничего нигде не заедает, не зацепляется. Ну и, собственно говоря, видно, что на стыке цепь нормально разгибается. То есть, если в свежезаклепанном месте оставить цепь слабоподвижной, то она будет после прохождения всех звезд иметь примерно вот такой вид. Ну, такая она будет согнутая в том месте, если будет недостаточная подвижность. Здесь у нас все получилось хорошо. Далее примеряем рубашечку. Сразу скажу, что на цельную проводку вам понадобится примерно от 1,80 метра и меньше. Ну, на крайний случай 2 метра. Это прям для совсем длинных рам, для полноподвесных рам, где рубашка идет как-нибудь вот так вот. Там может быть до 2 метров. Здесь она вообще совсем коротенькая. Прокладка идеально прямая, классная, без лишних перегибов. Прям супер. И да, рубашка это, пожалуй, единственное, чего не хватает в этом замечательном комплекте. Для того, чтобы без проблем испытать радость от наличия трансмиссии 1.11. Прокладываем рубашечку аккуратно туда, в свежепросверленное отверстие. Чтобы она будет целиковая, чтобы в нее внутрь никакая грязь не попадала. И чтобы эта трансмиссия переключалась настолько четко, насколько я ее смогу настроить. Максимально длительный период времени с момента ее сборки. Торцы рубашек по классике промасливаю. Для того, чтобы сами нити параллельные внутри рубашки с торца не гнили. Ну и колпачки легче одеваются до упора. Я вспомнил один вопль. О, это же железо, оно не может гнить, что ты за чушь несешь. Ну да, процесс рожавения, корродирование железа, я вот иногда называю гниением. Гниением металла. Не совсем правильно. С точки зрения технических наименований, но суть очень похожая. Убивается при наличии воды. Так, надо, наверное, подкорректировать длину рубашки. Чуть-чуть длинноватую отхватил. Сделать их более-менее одинаковыми с рубашкой. Тормозной. Но это нормальная ситуация. То есть мы сначала, примерно, на глаз прикидываем. А потом делаем точную корректировку длины, когда рубашка уже полностью уложена на свои места. И соответствует, скажем так, со всеми колпачками. Всё красиво. Не очень люблю этот шамановский зелёный трос. Но оставлю его здесь. Посмотрю, как с ним настроиться. Ну, это типа антифрикционное покрытие. Но ведёт себя оно, мягко говоря, странно. Рывками он как-то обычно шевелится. Но сам трос в рубашку на сухую ставится. В рубашке полиэтиленовый, либо тефлоновый. Внутренний слой идёт. Ну, лайнен, назовём его, да. И вот это антифрикционное покрытие тоже по нему должно хорошо скользить. Тросик у нас вышел немножко внутрь цепи. Запустим его туда, где оно и должно находиться. Я частенько люблю поворчать за использование разных ключей при сборке одного узла. Ну, у Шумана вообще очень часто такое встречается. Ты собираешь монетку, а там может быть винтик под шестигранник, винтик под одну крестовую отвертку и винтик под другую крестовую отвертку. А может быть несколько винтиков под разные шестигранники. И у меня, честно говоря, с этого процесса обычно подгорает. Ну, типа, ты же инженер. Ты, блин, можешь подобрать метизы с одинаковой головкой. Тем более, что Шумана нередко делает метизы сами под себя. Ну, то есть, не стандартные используют какие-то там диновские болты, а конкретно под себя изготавливают сами метизы. Вот здесь вот у нас винт сделан наконец-то под шестигранник на 5 обычно. В Dior'ках с LX там шестигранник на 4, хотя вот этот идёт шестигранник на 5. То есть, меня вот с этого подбам подгорало немного. Тут, видишь, сделали хорошо. Так, крутилочка эта у нас для шоссейных групп. Присутствует здесь на переключателе на МТБ монетке Qs. Такая же крутилочка есть непосредственно на самой монетке. То есть, мелкую настройку натяжения тросика можно будет осуществлять как вот тут, так и непосредственно на монеточке. Ну что, прожму сейчас несколькими щелчками натяжение троса, чтобы оно было натянуто. Ещё раз расшевелю рубашку, чтобы она плотно и уверенно засела внутрь колпачков. И можно приступать... А, педальку надо присобливить. Обязательно резьбу смазываем. Дабы, затянув до одури, а затягивать надо крепко, иметь в будущем возможность всё это дело обратно открутить. Благополучно. Не выворачивая. Алюминий из шатуна. Уси-то у нас стальные, то бишь, железо. И оно при попадании влаги к алюминиевым шатунам может привариться насмерть. Я думаю, уже можно. Так, ну что, настроечка. Монетку в руку. Один челчок. Одна звезда. Вообще идеально. Даже битэншн ещё не выворачивает. Но хотя, в принципе, по большому счёту, битэншн тут совпадает. На обратной стороне лапки вот тут вот есть маркировка, да, куда у нас должна выйти примерно уровень зубьев, звезды. И, соответственно, вот этот винтик битэншн отдельный. Включаем большую звезду и крутим его до тех пор, пока линия не совпадёт с линией зубов. На самом деле, прекрасно работает, если держать чуть ближе ролик. Ну, при включении самых больших звёздочек может там быть какой-нибудь такой... Но зато всё остальное переключение будет работать чуть более чётко, если вы всё-таки оставите ролик немножко ближе к зубьям. Разумные расстояния Что для Shimano, что для SRAM То есть я не пользуюсь этими калибрами Указателями Я включаю предыдущую звезду Не самую большую, а предыдущую И смотрю расстояние между зубчиками Ролика и Большой звезды То есть так же как и на переднем переключателе 1-3 мм Видим зазор Это будет Даже где-то 2-3 мм Это будет самый минимум Для того, чтобы цепь все еще нормально включалась Предыдущей на самую большую звезду Но при этом максимально четко работала На всех меньших звездах Ну что я вам могу сказать, товарищи Учитывая все подготовительные операции Которые были произведены Помнишь, в процессе я примерно На балды выставил бетеншин Но при установке цепи я его откорректировал Так, чтобы все это было нормально То есть на самой маленькой, пока у нас висело Я сделал так, чтобы цепь была хоть сколько-то На соплиночку в натяге Крайнее положение вот эти два винтика Я выставлял, соответственно, пока не было цепи Просто глядя между, ну, на зубчики маленькой звезды И на зубчики ролика По большой звезде выставил По маленькой звезде крайнее положение выставил А тут как бы, ну, удачно воткнул тросик И настраивать, собственно, ничего не надо Оно все практически идеально работает Ну, сейчас, конечно, погоняю туда-сюда вверх Вниз и, может быть, что-то где-то откорректирую Но пока что работа прям четкая Единственное, что могу заметить Чуть более задумчиво он Перещелкивается, чем, допустим, X-тишка Ага, вот чуть-чуть подрастянулась у нас цепка Очень громкая втулка Не цепка, подрастянулась чуть-чуть Тросик, видимо Подтянул его Чтобы у нас точнее все это дело забрасывалось И сбрасывалось Чуть-чуть, чуть-чуть более задумчивое, что ли, переключение получается У линглайда, чем у обычной 11-12-скоростной Или 10-скоростной трансмиссии То есть, где гиперглайд используется технология Там он порезче Но все равно все это намного Намного более плавное Чем у того же с Рэму С Рэму вообще прям такое Резкое включение И да, линглайд здесь еще раз Скажем так Подтверждает свое назначение Для велосипедов, может быть, электричек И для, скажем Ну там, не супергоночного сегмента А именно для прогулок То есть, плавное, мягкое включение То, за что мне, в принципе, нравилось 8-9 скоростей переключения от Shimano То есть, оно такое плавное, мягкое, незаметное переключение То есть, здесь нет этого грохота, резкого рывка То есть, оно такое, как бы там Тык-тык-тык Раз нашло свои зубья Очень мягко перескочило Именно по тем зубьям, которые предназначены для переключения То есть, не надо вот этого момента Подлавливать давление на шатун Ты просто вот нажал кнопочку Педалируешь Оно само там подловится И само включится Ну-ка, по две Оооо А вот по две оно втыкается прям Прям поприятнее Жалко, двойного сброса нет У Q's не будет двойного сброса То есть, на две сразу Чтобы сбросить на две сразу Придется по два раза нажимать на кнопку Слушай, ну через две Через две Прям супер кайфово переключает Даже приятнее, чем через одну Ну, чем вот на одну звезду Шаг он такой какой-то более-менее задумчивый А когда через две нажимаешь Он прям Прям пулей перелетает А обычно, чтобы Ну, когда Когда ты включаешь звезду полегче Перед подъемом Это надо сделать обычно быстро И вот так вот Тык-тык-тык По две штучки Будет забираться, наверное, очень интересненько Типа работает с коробки Практически без претензий Сейчас, может быть, все-таки Сделаю чуть-чуть ближе Бетеншин Как я вот люблю Чтобы там между роликом и Самым И зубом Самой большой звезды Было там Примерно два миллиметра Чтобы чуть-чуть поточнее Все это втыкалось Ну да Все Прям идеально стало Один щелчок Одна звезда В любом направлении Прям четко Приятно Плавные переходы Да, может быть Чуть-чуть задумчиво Если ты не попадаешь В то самое место На котором должен состояться Переход Потому что оно вот прям Конкретное По два, по-моему На каждой На каждой стороне Кассеты По два вот этих Места для плавного перехода То есть штамповки Вот эти выборки Все прям Они прям очень круто сделаны Мне нравится Под конкретно Шимановскую цепь То есть Ну Что сказать Работает Поставлено Да, заметь Грипсы все-таки Посимпатичнее поставились Все Оно смотрится Вполне себе Ну я еще сейчас Поставлю настрой Там наклон Вот это вот все В кучку Скомпоную Рулевую Надо подтянуть Она немножко болтается На этом велосипеде И наверное Все-таки Надо будет Зонтик поправить Потому что Ну уж смотри Слишком большая разница Сделана А в целом В целом Вот и Что еще Можно доделать Ну Найти Бонки более длинные Желательно использовать Именно стальные бонки Попадаются на некоторых Системах Отдельно в продаже Не знаю Ну я думаю Тоже можно найти Просто взять бонки длиннее Увеличить Толщину проставочек Вот этих 8-мм Может быть Положить по 2 шайбы Да И сместить Звездочку Ну как Конкретно Вот в этом размере звезды Да Можно ее еще сместить Сильнее Ближе к перу Если бы она была Не 32 Зуба Что на самом деле Для 26 колес Может быть маловато Если бы она была Скажем 38 То она была бы Уже здесь Вот уже возле самого пера И смещать бы Ее было нельзя То есть видишь Чейнлайн Опять же Вот иногда Мне пишут В лидичку Спрашивают А какой там мне Чейнлайн Что мне купить Чтобы у меня был Чейнлайн Ребят Честно скажу Не знаю Я каждый раз Сам всегда Вот это вот Подбираю Вот так вот Проставками Играюсь И так далее То есть для Звезды 32 Здесь еще можно Сильнее ее сместить Туда Сделать там Чейнлайн Еще ближе К большим звездам На задней Кассете А для Будет здесь 38 звезда Нет Смещать ближе К центру рамы Было бы уже Невозможно И даже Эти бы проставки Были бы лишними То есть Ну в общем Нюансов слишком много Чтобы их предугадать Перо здесь Допустим Могло бы быть Вот такой формы Да Сплющенное здесь Тогда бы и 38 звезду Можно было бы Посвещать к центру рамы Ладненько Да Если кто-то Вот еще раз Заинтересовался Эта лапка Включает у нас Жесткость Натяжение цепи Чтобы она По перу не стучала И меньше шансов Было у нее Слететь здесь спереди Выключаем Этот флажок И пожалуйста Цепь у нас Может дотягиваться На кочках До пера Вот как раз То что здесь и было На 8 скоростной трансмиссии Там это прям Лизгатня постоянная Здесь со включенным Плажком Будет работать Намного тише Трансмиссия Вот Кьюз Ну выглядит оно Блин приятно Работает оно Из коробки Там без особых запар Просто заранее Предусмотрев все мелочи Получил сразу Работающую трансмиссию По сути На сим Пока Пока